Итак, теперь мы здесь. Это первый на левую сторону. После «Эпи Месседж», где есть пенсион. Спасибо, Милли. Где ты? В Китае. В Китае? Вот так, друзья, видите, с китайцами гуляю. По ночному городу, название города которого не знаю. Находимся в Италии. Сейчас ищем этот пенсион или отель, в общем, железнодорожный отель. Куда он делся, непонятно, где-то он здесь должен быть. По идее, вот нам этот человек подсказал. Ни одной живой души здесь нет, но это понятно, ночь на ужасе. Еще выдали вот такие вот бумажки. Вот, сфотографировали документы, выдали вот эти вот бумажки. Вот, завтра утром, говорит, подтягивайтесь. Вот, я завтра утром, скорее всего, раз уж так получилось, попробую этот билет снова сдать и уже дальше автостопом ехать. Потому что сейчас, сегодня уже больше там просто реально варианта нет. Хотя, с другой стороны, если будет как сегодня, точнее, если будет лить такой же дождь, как сегодня, то, возможно, оставлю эти порывы. И все-таки на этом поезде, все-таки поеду завтра, посмотрим, как получится. Так, вот оно, вот оно, вот он, вот наш отельчик. Добрый вечер. У ииндрать Италии, да. У меня приняты считаю. У меня нужно... Один он и один он Добавляйте Утром 7.30 до 10.00 на 4.00 Добавляйте Большое доброе Ну что? Спасибо. Чудеса. После чудеса. Чтоб я так жил. Вот так вот, видите, друзья. Италийский трейн очень хорошо. Очень хорошо. Сейчас посмотрим, что нам выделили. Написано камера 401 Я так понимаю, если 401 значит четвертый этаж, скорее всего, должен быть. Так. Не мешало бы поехать. Видите, карточку такую дали. Насколько я понял, как вы слышали, есть у нас завтрак. В общем, жетуха нормально налаживается. Выход на улицу, что ли? Так, так, так. 401 Вот она. Ничего себе. Нет. Ну вот, началось. Так, сейчас, секунду, друзья. Поставлю эти штуки. Поставлю эти штуки. Это у меня для Арслана подогревчики. Так, 401. 401, 401. Ну, давай тогда открывайся. Вот так, может быть. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вообще сила. Друзья, это просто... Так. Сейчас я вставлю эти ключи. Где-то здесь, наверное, вставлять надо. Так. Сейчас я вам покажу номерочек. Я расскажу всю эту сумасшедшую историю. В общем, друзья, смотрите. Так. Входите. Входите. Вот так вот. Раз. Вошли. Тут план. Как вы поняли, чтобы свет все это работал, надо карточку вставлять. Вот. Потом ванночка у нас. Это просто чудеса. Просто чудеса. Смотрите, какая ванна. Притом ванна. Вот. Не знаю, вы мне сейчас поверите. Нет. Но вы не представляете. Посмотрите. У меня ноги полностью мокрые. Вот. Полностью они промокшие. Весь, вся куртка. Я был... Сейчас она, видите, уже более-менее высохла. Потому что я ждал. Вот поезд здесь сидел. В кафешке, когда я чуть-чуть спал. Я был мокрый весь. Вот. Просто до нитки был мокрый. Вот. Несмотря на то, что у меня есть зонт. Мне еще зонт же выделили. Вот. В Римской империи. Вот. Вот такая вот ванна. Все чисто. Все аккуратно. Все красиво. Все просто замечательно. Вот. Фен даже есть. Я сегодня буду лежать в ванне и просто буду отдыхать. Это... Это... Невозможно передать чувство, которое испытываешь, когда лежишь в ванной. Естественно. Если ты до этого испытал много таких реальных ощущений и какие-то прошел вещи, если ты просто так ложишься в ванну из-за того, что она у тебя дома есть, конечно, ничего интересного в этом нету. А вот когда ее нету, даже трудно представить, какой это кайф. В общем, вот такой вот номер. Видите, диван есть. есть. Есть эти лампочки. Там не лампочки. Есть вот эти штуки. Это шкафчики. О! Сейф даже есть. Вот. Телевизор есть. Есть какие-то вещи. Вай-фай есть. Ничего себе. Точно? Вот это я понимаю. Вот это вот житуха. Ха-ха. Чтобы я так жил. Смотрите, какие вещи дела, вещи творятся. Здесь есть кондиционер даже. даже балкон есть. Какой огромный балкон. Какой огромный балкон. Какой огромный балкон к соседям. Представляете? А, нет. Не к соседям. Балкон огромный, реально. Самое интересное, друзья, вот самое интересное, то, что я даже не знаю, в каком городе мы сейчас, вот я сейчас нахожусь. Просто реально, не знаю, понятия не имею, в каком городе я сейчас нахожусь. Но, красота. Италия. Трехзвездочный отель называется Ambasciata. Ambasciata, 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 Ambasciata. Ой, так. Так, друзья мои. В общем, ситуация такая. Как я уже говорил. Сегодня утром я выехал. В 4 утра я выехал, друзья. В 4 утра я выехал. Ну, вы из предыдущего ролика все это увидите сами и будете смотреть, но я сейчас так коротко расскажу. В общем, в 4 утра я выехал. В 10 утра я доехал до Венеции. Ехал я с человеком, который меня вез. Очень хорошо он меня вез. Притом я в машине так спал. Ну, как-то на свободной только волне ехал. Очень хорошо было. В 10 утра я был в Венеции. Когда я приехал в Венецию, естественно, я вам решил показать город. Вот. Весь день льет дождь. Ночью я в 4 утра выезжал, лил дождь. До этого неделю в Риме лил дождь. Мы едем по трассе. Притом самое интересное, я когда утром выезжал, я не знал, до куда он меня довезет. Потому что я вообще думал изначально, что он меня довезет только за город вывезет. Я думал, я выйду за город. Ну, за Рим. Из Рима выйду. Буду ловить автостоп. Сейчас буду отдыхать. Буду ловить автостоп. И таким образом доберусь вообще в Австрию. Я сейчас еду. К Арслану еду. Вот. И получилось так, что в 10 утра я уже приехал. То есть, в принципе, я рано приехал. Я про себя думаю. Если я в 10 утра уже нахожусь в Венеции, то думаю, что там сейчас до Австрии добраться. То есть, думаю, сейчас прогуляюсь, покажу вам Венецию. Я ее поснимал, походил. Несмотря на то, что дождь там ужасно льет. Вот. Промок. То есть, там еще батареечку чуть-чуть зарядил. Одним словом сделал себе такой, ну, маленький холидейчик себе сделал. И пошел. 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 Шел, шел, шел. Вышел я за этот... Из Венеции я выехал. Смог я выехать из Венеции. Потом я смог выехать из, не знаю, города. В общем, я вышел на трассу. Вышел на трассу. Все льет. Льет дождь, льет дождь, льет дождь. Ну, вы это тоже все увидите. Этот зонт, конечно, абсолютно... Ну, как? Он, типа, помогает. Но, на самом деле, он, естественно, не помогает. Вот. Несмотря на это, люди мне все-таки остановили машину. Но они не то, чтобы до Австрии. Они вот... Я просто не знаю, где мы сейчас находимся. Покружились. Мы покружились. Один меня высадил. Второй меня высадил. И вот этот третий, он мне говорит... Точнее, я ему уже говорю. Уже ночь. Сейчас же уже ночь. Я ему говорю, какой-нибудь автобус, поезд. Говорю, что угодно, если ты уже сам не едешь. Потому что реально никто не останавливается. То есть, нет. Ни одна машина не останавливается. Не знаю, по каким причинам. Не знаю. Может, дождь, потому что, может быть, заточка у меня не такая. Но, как бы там ни было, машина не останавливается. И, то есть, ужасное положение. Приехал. И вот этот меня довез до вокзала. Притом, я так понимаю, насколько я понял. Он меня привез в обратную сторону. Потому что он сделал какой... Мы делали круг. Куда-то он обратно поехал. Одним словом, мы приехали вот туда, где мы сейчас находимся. На этом вокзале я подошел в кассу и говорю, есть ли билеты в сторону Австрии. Они говорят, есть. Я про себя думаю. Хотя бы я до Австрии доберусь. Там уже, в общем, разберемся. Взял билет на поезд. И время мое наступило. Подъезжает поезд. Смотрю. А там, когда поезд подъезжает, показывается платформа. То есть, у всех платформа есть. Именно у моего поезда платформы нет. Не написано платформа. Я думаю, что за ерунда такая. И жду, жду. То есть, как бы минуты же идут. Вот сейчас уже раз. Уже все. Твой поезд уже должен отправляться. А платформы нет. То есть, ты не знаешь, куда идти. Я спрашиваю у людей, которые там по местности тусуются. Потом спрашиваю у этих, которые там проводники. Они говорят. Иди, говорит, на этот. На информацию. Иди. Ой. На информацию. Говорит, иди. Прихожу на информацию. Они говорят. Поезда твоего нету. Представляете, просто нету поезда. Я говорю, как это, поезда нету? Ну, говорит, нету поезда. И как бы нормально так еще, знаете. Так, типа, ну, это нормальная ситуация в Италии. Нету поезда. Я говорю, ну и что дальше Что дальше делать Он говорит, жди, сейчас следующий А, притом другой какой-то Сейчас поезд будет Типа он не такой, но не твое направление Они мне на билете Исправили Ручкой написали, в общем исправили Что типа поезд другой, сейчас другой подъедет Одним словом, чтобы если контролер Кто-то будет проверять, все нормально было Подходит время И второго поезда нету То есть такая ситуация Вот, и он мне говорит Поезда нету, я говорю, как это Поезда нету, и вот на самом деле, друзья Ситуация такая, я очень сильно уставший был Я настолько был уже Замученный, такой уставший, мокрый Вот я когда сидел, этот поезд дождал У меня сейчас вообще, вот в данный момент У меня проснулось просто второй, или не знаю Третий, или четвертый, какое-то дыхание проснулось Я до этого У меня какое-то убитое просто состояние было Я сидел, и как я уже говорил Я взял компьютер Заказал кофе Взял компьютер, чтобы зарядить батарею на телефоне Потому что батарея у меня еще днем кончилась Когда я вышел на трассу Подсоединил И вот так вот я сижу Я подсоединил телефон Телефон положил на карман Всякий случай, это как бы шнур идет Но я его не стал на столе оставлять Компьютер вот так передо мной стоит Положил руку на телефон На компьютер Телефон в карман И вот так вот я типа сижу Смотрю в компьютер А сам вот так вот Я заснул Вот в такой вот позе сидя Вот так вот я заснул Заснул Проснулся Успел на поезд Который не подъехал Вот И вот после этого У меня проснулось Какое-то второе дыхание Я про себя так стою сейчас Вот перед этим всем думаю А я же не знаю куда Сейчас я в Австрию еду Притом уже ночь А я бы Даже если я сегодня приехал Я бы не стал бы Арслану Звонить и будить его Одно дело там вечером Часов 10, 11, 12 максимум Но звонить ночью В 2 часа, 3 часа ночи Когда прибудет поезд Конечно я бы не стал бы В любом случае беспокоить Я про себя думаю Сейчас приеду Надо будет что-нибудь найти Наверное Или не найти Или наверное на улице Останусь скорее всего То есть такие мысли в голове Я про себя думаю Какой кайф был бы сейчас Просто Так вот зайти И вот просто лечь Такая знаете Вот Такая можно сказать Мечта Такая И Даже вот эта вот ванна Тоже такая мечта Ну о ванне Я говорю Я по правде даже не мечтал Которую я вот только что показывал Не мечтал Но такие мысли были Вот мне просто казалось Вот сейчас вот просто зайти бы И выстегнуться И этот человек вот этот Который только что Увидели Ну точнее Вы его сейчас не видели В этом видео Но вы предыдущие ролики Если посмотрите Вы его увидите Он мне говорит Завтра говорит Только поезд Ну я на него смотрю Такой не в понятках Ничего себе думаю Завтра поезд В принципе-то я и так на улице Что я сейчас поеду Я на улице остаюсь Что я здесь на улице остаюсь Как бы Воспринимаю ситуацию Как бы нормально Но все равно Меня чуть-чуть Это удивляет Все-таки мы в Италии находимся Понимаете Не в Таиланде Не в Мозамбике Где-нибудь Вот И потом он говорит Давай свои бумажки Давай свои эти документы Я думаю Зачем ему документы Что он вообще хочет Я говорю Зачем тебе такие документы Одним словом Друзья Как вы поняли Я попал в этот Трехозвездочный отель Хвала Всевышнему Мир этот чудесен Мир этот удивителен Мир этот прекрасен Вот Такие Красивые Хорошие моменты В нем Случаются И главное Что есть Интернет И ванна И чудесные постели Сейчас я Искупаюсь Возьму компьютер Еще Еще завтрак Есть завтрак Это вообще Просто Полная малина Завтрак еще есть Вот Сейчас я искупаюсь Наверное Даже Побреюсь Вот Приведу себя В порядок И Будем двигаться Дальше Пока все Будьте свободными Смотрите Анзор ТВ Двигаемся в Голливуд Солнечную Переформу Продолжение следует...